Здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня мне бы хотелось с вами поговорить о крупнейших субъектах Северного Кавказа по численности населения. Приятного просмотра. Северный Кавказ удивительный регион по многим показателям. Не зря здесь находятся житницы всей нашей страны. Сюда приезжают со всех уголков России по разным причинам. Море, горы, спортивный туризм, санатории и так далее. Но главной ценностью этого самого южного региона являются люди. В силу географических, исторических и политических факторов на Северном Кавказе сложилось 8 субъектов. Очень часто некоторые подписчики ставят по сомнению территориальную принадлежность того или иного субъекта. Поэтому очень часто некоторые подписчики ставят под сомнение территориальную принадлежность того или иного субъекта. Так как не всегда административное деление соответствует географическому. Речь идет о федеральных округах. Так, например, Ростовская область, как и Краснодарский край, является субъектами Южного федерального округа. Однако сама территория Ростовской области не относится к Северному Кавказу. Поэтому ее мы учитывать не будем. Что ж, давайте приступим к вопросу, поставленному в заголовке этого видео. И рассмотрим рейтинг крупнейших регионов Северного Кавказа по численности населения в порядке возрастания. Поехали! Ставропольский край. Этот регион степных полей и минеральных источников, благодаря которым прославился на всю страну. Площадь Ставрополя 66 160 квадратных километров, что сопоставимо с такими странами, как Шри-Ланка, Латвия и Литва. Однако, из-за засушливого климата, лишь западная и юго-западная часть края наиболее благоприятны для проживания. Поэтому, восточные районы Ставропольского края очень слабо заселены. На 1 января 2020 года численность населения в крае составила 2 803 573 человека. По этим показателям, Ставрополь занимает 14 место среди регионов России и бронзу среди регионов Северного Кавказа. Дагестан. Эта республика, по сути, представляет собой конфедерацию отдельных этнических территорий, поскольку здесь проживает свыше 80 народов. В регионе целых 14 официальных языков. По площади в 50 270 квадратных километров Дагестан уступает лишь Ставропольскому краю, но по численности населения превосходит своего соседа. Благодаря высокому естественному приросту, численность населения в республике за последние 20 лет выросла на полмиллиона человек, что на 2020 год составило 3 110 858 человек. По этим показателям, республика Дагестан занимает 12 место в России и второе место на Северном Кавказе. Краснодарский край. Кубанский регион имеет площадь 75 385 квадратных километров, что чуть меньше, чем у Сербии и чуть больше, чем у Панамы. Краснодарский край – это самый теплый регион России. Благодаря выгодному физико-географическому положению, он привлекает в себе множество жителей со всех регионов нашей страны. Кубань является одним из немногих субъектов России, где после распада Советского Союза численность населения возрастала, причем на целых 1 миллион человек. Так, например, если в 1991 году численность населения составляла 4,6 миллионов человек, то на январь 2020 года составила 5 675 362 человека. По этим показателям Краснодарский край занимает третье место в России и первое место на Северном Кавказе. Но на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на моем канале «Мир глазами философа». До новых встреч!